приветствую всех в этом видео хочу рассказать про ноду condition да и в целом буду записывать серии уроков по нодам описание и как бы по основному функционалу что будем в этом уроке мы делать у нас есть некая болванка но такой замысловатый персонаж покажет основные как бы основной функционал можно будет на нем продемонстрировать то есть что мы сделаем у нас есть глаза у нас есть рот с помощью ноды condition мы будем переключать состояние то есть у нас он будет щурится у нас будет открываться рот закрываться и все такое то есть вот эти состояния нужно будет переключать переключать их с помощью но программисты поймут то есть есть некий условный оператор и мы будем через наши контроллеры вот эти глаза рот будем передавать некие условия в ноду condition и нода condition будет переключать видимость наших объектов так приступим для начала что нам нужно сделать для начала нужно наши контроллеры наши контроллер нужно назначить некие атрибуты как понять какие атрибуты нам нужны мы открываем группу вот наша группа это правый глаз это левый глаз но тут соответственно народ вот и мы смотрим бэйс смайл blink и о так и мы должны как бы такое же количество атрибутов прописать наш контролл так и могу сразу добавить всем объектам так close так рот и глаза немножко разные поэтому сначала на глаза назначу так этот атрибут так 1 пропустим он нас базовый и начнем со смайла смайл и пускай это будет интегр от нуля до единицы так да даже не так мы можем сделать иначе мы можем в один атрибут поместить все наши состояния да это будет не так наглядно но переключать будет очень удобно последовательно так и сделаем так класс так ой контрол а и стоит стоит и сколько у нас тут получается 0 1 2 3 то есть у нас будет с 0 от 0 до 3 так 4 состояния по сути базовые и 3 остальных назначаем так далее у нас идет так рот и сюда тоже самое у нас тут тоже 4 так отсчет идет от 0 0 до 3 так и назначаем назначили значит атрибуты так и далее что будет происходить выделяя атрибут мы будем переключать вот эти состояния у нас вот от 0 до 3 и так продолжим далее что теперь уже собственно переходим к нашей ноги так 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 открываем note editor так и здесь что нам нужно подгрузить сюда нам нужно подгрузить наш control так shape нам не нужно выбираем shape нужно подгрузить наш control и открываем смотрим так а из а и стоит так и атрибут нам теперь виден далее что нам нужно нам нужно передать это состояние то есть вот эти все значения нужно передать некому нашему условному оператору словно оператору на самом случае это condition 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 принимает на вход два основных параметра как бы вот они то есть здесь у нас параметр то есть оба эти параметры по сути они служат для сравнения мы сравним одно с другим first second сравниваем first second два атрибута то есть сравниваемых с помощью вот этого выпадающего меню то есть у нас тут есть некие состояния некие операции логические для сравнения то есть равно не равно больше чем равно больше или равно меньше меньше или равно но и все такое то есть как бы такие знакомые нам операции и тут есть некие поля вот о чем они говорят color if true color и false на color можно не акцентировать вообще true или false в случае если наши вот эти два состояния они совпадают и если как бы наше вот это сравнение она по сути истина то есть вот это условие выполнилось по отношению к вот этим двум атрибутам то выполняется true и мы говорим да окей true значит если условие выполнилось у нас выполнится некая такая операция мы все что угодно можем вписать и это что-то будет уже выполняться и передаваться на выходе вот именно вот это вот эти три окошка это по сути true вот и в случае какого-то ошибочного выполнения у нас будет выполняться false и мы можем сказать да в случае false на выходе будет 555 там все что угодно мы можем там подать любые значения вот собственно так выполняется у нас значит передаются эти значения не выполняется вот это условие значит передаются вот эти значения все надо вот это запомнить и еще раз по порядку два атрибута сравниваемых сравниваются с помощью вот этих операций если выполняется то true передаются эти значения выход если не выполняется передаются эти значения на выход все остальное все что во вкладках это все ерунда все это не сразу вам пригодится и может даже никогда и не пригодится так что пойдем дальше основной как базовый функционал мы теперь знаем теперь что мы делаем у нас атрибут стоит мы передаем его в наш секонд атрибут и говорим ему то есть если нашего теперь теперь мы видим что если так скопируем нашу вот эту вкладку вот она и будем менять этот параметр а и стоит и мы видим что мы меняем его здесь он меняется у нас и в condition то есть каждый раз у нас что будет происходить у нас здесь будет некая константа и с этой константой будет сравниваться наш атрибут и в тот момент когда они совпадут вот допустим данном случае equal стоит значит равно значит они совпали один равен одному значит выполняется true окей значит выполняется true и мы подаем на выход единицу если не выполнилось подаем на выход 0 а и далее мы переключаем и видим 2 к ok равны неравны значит подается 0 ok тройка равны неравны подается 0 так и так далее ноль тоже неравны также 0 у нас получается только единица совпадает и в этом случае передается на выход единица и мы говорим ok единица на выходе значит что мы получаем output в данном случае это r мы берем вот этот вот этот столбик нам остальные пока не нужны мы работаем пока только с этим столбиком нам этого пока достаточно и он говорит да окей они равны и на выходе у нас будет единица вот отсюда мы берем вот это r данном случае это r если уже как бы но вот эти разобрать эти три поля это rgb red green blue вот они red green blue вот вот они вот и мы получаем red вот этот столбик это это red мы говорим red окей и чтобы убедиться что там действительно у нас единица мы какую-нибудь ноту подключим которая показывает что у нас содержится там какое значение внутри говорим ok так вот и смотрим о ok значит единица хорошо мы получили на выходе единицу переключаем какое-то другое значение ok 0 все значит условие не выполнилось все это удаляем это нам не нужно все и для чего мы все это сделали для того чтобы мы могли переключать состояние глаз собственно теперь демонстрация именно этого функционала то есть мы теперь что делаем теперь можно сюда перетащить так нет это у нас так секунду это у нас правый глаз да все верно почему все понятно так перетаскиваю левый control то левый вот control левый поэтому так нам нужны трансформ ноды можно принципе к шипам подрубиться но я оставляю шипы всегда как бы запас если вдруг понадобится на нижнем на низком уровне подобраться к этому так и что мы теперь это просто исключаем отсюда и работаем с кондишном но у нас четыре глаза соответственно что нам нужно сделать нам нужно четыре состояния мы берем этот кондишен я показываю очень простой пример я не буду сейчас заморачиваться начинающим как бы будет легче понять эту логику так и четыре состояния у нас 0 1 2 3 начинаем с 0 значит 4 и подаем вот этот атрибут всем на секунд то есть что мы будем сравнивать будем сравнить атрибут это я уже объяснил так секунд терм и теперь мы открываем по этап на каждой и говорим так здесь у нас true это ноль нулевой будет параметр здесь единица здесь нам нужно двойку прописать а здесь нужно тройку прописать то есть случае нуля будет выполняться вот это случае единицы это случае двойки будет выполняться это случае тройки будет выполняться это 0 1 2 3 так идем дальше нулевой у нас вообще должен был идти бейс давайте я вот так немножко перетащу чтобы порядок был небольшой так о так вот сюда так чтобы мы видели ну да окей сейчас у нас есть определенный порядок бейс нулевой единица о смайл blink и что мы теперь у нас на выходе либо единица либо 0 а это означает что либо объект видим либо не видим и на выходе у нас я уже говорил r идет вот это значение это или это в случае выполнения условия так r visible out color visible visible out color visible так и смотрим так в итоге у нас остался один глаз один глаз остался потому что у нас выполнилось определенное условие а условия у нас нулевое мы смотрим 0 1 2 3 даже можете заметить как в аутлайнере сейчас будет это все подсвечиваться то есть те объект которые скрытые те которые отображаются смотрим вот они появляются исчезает появляется так работает условия условия выполняется объект видим условия не выполняется объект не видим 0 единица параметр visible атрибут принимает либо true либо false либо единицу либо 0 поэтому в данном случае мы видим что об и вот так мы можем переключать для очень простых персонажей таких как бы до стилизованных мы можем использовать некий вот такой как бы подход так и что у нас у нас теперь пата по тому же принципу у нас идет следующее я так перекидывает сюда следующий глаз так окей мне не охота и заново создавать их просто сдублирую и проверяю порядок так 0 так так у меня здесь тройка пошла 1 и скорее всего это 2 до вот такой порядок так и я что делаю так у меня есть атрибут я его ранее создавал а из стоит также подаю в секонд так окей 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 так и также я перетаскиваю сюда все наши глаза так сортирую немножко так-так-так-так-так-так-так-так бэйс смайл нет у у нас бэйс оу смайл блинк так и точно также передаю на визе был окей аут калорр визе был аут калор визе был так визибилити так окей окей так и что мы теперь можем выделить оба контрол и смотрим вам все все работает все окей так но это что касается ноды condition я думаю в самом начале я подробно объяснил что это за атрибуты но и в конце чтобы лучше запомнить я повторю есть два атрибута на вход мы можем подавать все что угодно сравнивать все что угодно любые параметры сравниваются параметры так все секунду сравнивается параметры через с помощью вот этих операций операции я уже объяснял вы если хотите подробно про них узнать можете там загуглить перевести вот но в общем равно не равно больше чем меньше чем и так далее так далее так далее вот такие простейшие операции на выходе у нас в данном случае использовал только вот эти поля это случае если утверждение верно случае если неверно все эти можете поля использовать тогда когда у вас на вход подается три канала допустим rgb или вектор какой-то подается но все такое вот собственно это все что касается этой ноды я думаю достаточно подробно объяснил показал небольшую область применения все всем удачи спасибо